Брать, она просвет такая, мы подкладываем, и изображение появляется. Фотография на стекле или бессмертный отпечаток. Так с древнегреческого переводится амбротип. Этот фотографический процесс изобрел англичанин Фредерик Скотт Арчер в 1851 году. Павел Титович в амбротипе попробовал себя впервые. Говорит, такая фотография намного правдивее цифровой. Свет, как он идёт от человека или в студии, сразу переходит на плёнку или на бумагу, или на стекло. Вот в данном случае, как он есть, практически без вмешательства каких-то современных технологий. Это правда, правда образа, правда того, что мы делаем. По идее, уже надо давно разделить было фотографию и цифрографию. Наплывы эмульсии, тональные переходы дают интересные эффекты. Они подчёркивают благородство фотографии. Здесь вот мы видим на этой стенке всё эмульсия, а покрашено оно с той стороны. То есть, и оно вот этот чёрный глубокий цвет такой, он ещё за счёт того, что здесь есть некоторый объём толщины вот этого стекла. Амбротипе – процесс дорогостоящий, поэтому используется только настоящими ценителями и профессионалами. До того, как эта техника жила в руках Павла, она была просто экспонатом частной коллекции. Для создания амбротипов фотохудожник использовал деревянный фотоаппарат 1974 года выпуска с крупноформатной камерой и подлинный объектив XIX века. Полностью контроль процесса, мне это интересно. Имею полную власть над картинкой, скажем так. Я выступаю как художник с белым холстом. То есть, я беру фотографию, которая у меня есть, и над ней уже начинаю работать, её обрабатывать именно руками. 4 июля на выставке будет представлено 22 амбротипа. На то, чтобы их сделать, Павел Титович потратил полгода. Последний завершил на днях. На один сюжет уходит около двух часов. Что касается технических приготовлений, это полировка стекла, нанесение на него колодия, выдерживание в серебряном растворе. Затем стекло вставляется в камеру, и пока не высохло, надо успеть сделать снимок, а это около 10 минут. На турщике готовятся заранее, рисуются и эскизы будущих снимков, но в итоге это всегда экспромт. Какая-то деталь попадёт или движение какое-то вот такие вот. Мы и динамику прощупываем, то есть мы двигаемся в кадре, потом в определённый момент говорим, вот делаем так. Всё, да, застыли. Давайте вот так и попробуем повторить. В лаборатории стеклянная пластина проявляется, опускается в раствор фиксажа. Высохшая покрывается лаком, а обратная сторона чёрной краской. Все химические смеси Павел делает сам. Говорит, процесс омбротипи – это настоящее таинство, в этом есть что-то мистическое. Он может и получаться, и не получаться. То есть химия, она ведёт себя достаточно самостоятельно. То есть несколько раз было такое, что у меня вообще ничего не получалось. А там что, просто пятно? Просто там вуаль, например, получается, и всё. Ну, то есть там плохо видно изображение. Если это амбротип, я буду знать, что это единственный кадр, который у меня будет, и я копию уже не сделаю. Даже если мы захотим повторить тот же сюжет, он уже не будет одинаковый. И поэтому эти секунды, которые остаются на стекле, они, на мой взгляд, они просто бесценны. Героям амбротипов под стать технологии из 13-18 веков. Это телохранители, состоявшие в дружине древнерусских князей. Их называли гридинами, отсюда и название выставки. Есть даже городовые стрельцы белгородской засечной черты. Восстановить с исторической точностью все образы помогли реконструкторы. Они же и позировали. Для меня это выглядело просто необычно. Я не думал, что русский костюм, особенно военный костюм, может так выглядеть. То есть он там, когда одевался, я думал, вообще пиратка. Необычно выглядит. То есть я понял, что у меня огромный пробел вообще в этом плане. Все детали, которые есть на костюмах, они исторически подтверждены. У каждого костюма есть свой паспорт. Экспозиция «Амбротипов гридин» будет работать в выставочном зале «Родина». Открытие 4 июля в 17 часов. Всех героев фотографии вы сможете увидеть вживую. Они приглашены. Так же, как и вы. Ольга Черная, Дмитрий Боев. Новости Мира Белогорья. Новости Мира. Новости Мира. Продолжение следует...